приветствую вас уважаемые подписчики и зрители моего канала с вами я георгий славянка и вы на канале сам сделал делюсь народом и сегодня хочу с вами поделиться как бы ролик предупреждения то есть литий-полимерные аккумуляторы и они довольно опасные вот видите вот у меня вот такие литий-полимерные аккумуляторы их разобрал это было 1500 миллиампер час вот одна вторая и третья банка а это банка именно вот вот этого аккумулятора но я его сделал уже года наверно года два назад как переделал из 3s сделал 2s и кстати вот эти аккумуляторы я сколько брал ничего хорошего собой не представляю тоже предупреждение этот аккумулятор у меня из этой банки у нас вообще в ноль ушел а это потеряли емкость но напряжение на них есть и напряжение на этой на это 4 вольта я хочу сейчас просто зарядить их потому что если не заряжены они не горят они могут гореть только когда заряженные вот я продемонстрирую вот это и вот это ну это я так думаю и так говорят в интернете а как она реально в жизни будет история умалчивает поэтому я сейчас это все сделаю пойдем на природу и попытаемся это все мы уничтожить потому что я бы конечно с удовольствием кое-нибудь сдал бы для утилизации а куда выбросить на мусорку не дело если на мусорку выбросишь не известно куда они попадут и чем это все закончится поэтому я лучше сам их утилизирую ну и будет польза для вас посмотрите действительно не не горят при прокалывании потому что есть такое мнение умники которые есть задают вопрос а что делать когда у меня аккумулятор сдался открытый голочка его проткни и выпусти воздух и потом за клей это отверстие это надо руки подрывать если такое кто-то говорит вообще ни в коем случае нельзя проводить какие-либо манипуляции с данными аккумуляторами если они все сдохли их надо утилизировать как история умалчивает все боремся за экологию но нету не сможет где то есть но во всяком случае я не знаю ну все до заряжаю сейчас и он сейчас зарядится там три копейки вот мне получится этот этот но я потом напряжение вам покажу когда буду испытывать перед тем как уничтожить я вам покажу какое напряжение на них остаточное и так проверяем так берем плюс-минус 0.13 так следующий плюс-минус 4.11 плюс-минус 4.07 плюс-минус 3.73 ну как я говорил этот у нас вот эти заряжены а этот пустой ну продемонстрирую как это все будет происходить они здесь конечно это вы подумайте что я тут совсем крышу снесло что я прямо здесь на столе будут ковырять я саде не пробовал как-то но ничего не загорались ну посмотрю сейчас как это все будет происходить в этот раз за счет и берем вот этот не заряженный вот он не заряженный мы его будем сейчас ковырять ну чё никаких действий потому что он пустой вот я его расковырял внутренности сейчас я попытаюсь разобрать дальше посмотрим что там внутри хоть ориентироваться что там находится такая ерунда но сказать ни о чем какая-то серая масса целлофани и сверху оболочка с алюминием ну заряженный аккумулятор посмотрим что сейчас будет и будет ли лучше что-нибудь вот как видите шикнул и все холодный тоже ничего берем еще один та же самая картина мы под из-за того что не емкость потеряли поэтому они вот такие вот не активные да не там что то что-то дымят вот такая все пожарные не приедут ну вот видите вот так и не стали вот таким состоянием пошипели пошумели ну чуть-чуть дымят а этот никакой признаков жизни ну кто-то был для 200 а сейчас естественно ну сейчас глянем чё он скажет ничего не скажет ну все шипит шипит кипит и пизерится это вообще ноль хотя видите чуть пошипели то есть тех емкость еще была в этом нифига не было ну соответственно так и получилось вот так и утилизировал их хотя это первые аккумуляторы которые я проверяю до этого был мне там литий-ион маленький маленький ну все на этом буду заканчивать надеюсь информация вам была полезна не знаете что литий полимерка очень опасная вещь поэтому ни в коем случае нельзя ее прокалывать чтобы воздух вышел из нее иначе вы получите то что получите ну просто из-за того что может быть на улице прохладненько ну как плюс конечно капает вода с крыш может быть из-за этого не такая бурная реакция с выделением огня не было ну а так как сами видите с вами был Георгий Сламянко вы на канале сделал сам делюсь народом надеюсь с точки зрения мир безопасности вам информация полезная поэтому не делайте так как делал я я просто сделал для того чтобы вам показать потому что я недавно тут в интернете услышал что говорит а вы прокалите и воздух спустите вот спустили воздух это хорошо на улице а если бы спустили воздух в квартире то я не знаю чем бы это все закончилось во всяком случае нагрев большой поэтому и заряжать надо в каком-то металлической емкости ящике металлическом или в сумке огнеупорной а вообще оставлять аккумулятор без присмотра когда он на зарядке категорически запрещено поэтому если вы заряжаете аккумулятор то во первых под контролем и в какой-то желательной емкости сейчас продаются огнеупорные сумки там желательно хранить аккумуляторы ну а если аккумулятор потерял емкость ну это мое личное мнение то я думаю, что он особой опасности не представляет. Поэтому храните, спрячьте где-нибудь. Ну и, естественно, надо, чтобы он находился у вас под контролем. И ждать, когда у нас все-таки решится вопрос с утилизацией аккумуляторов. Вопросы в комментариях.